И определимся, что на данном семинарском занятии мы хотим для себя уяснить. Формат определим как беседу, то есть я буду выкладывать принципы основные. У кого-то будут вопросы, то не стесняйтесь, просто встает и задаетесь, я не буду прям сходу отвечать. И второй момент, чтобы сразу тоже было понятно, то есть система психологической подготовки это лишь целостно. То есть не столько для себя людей, потому что вы отсюда уже выйдете психологически подготовлены, потому что здесь будет что-то экстраординарное, никому мы веревку вытушить не будем, ноги резать, голень в длинате. Собаку. А это не психологическая подготовка. Вот. Ну вот определились, то есть давайте начнем. Для начала что такое психологическая подготовка? Психологическая подготовка это способ развития качеств, необходимых для эффективного действия в конфликте. Я имею в виду психологическую подготовку именно к проведению поединка. Вот поскольку наша психологическая подготовка является неотъемлемой частью системы, она развивается абсолютно по тем же принципам, что и системы. То есть вы все уходите на занятия, все прекрасно понимаете, что вы сначала ставите в базу. После этого вы выбираете запас траектории, запас движения. И после этого вы переходите к спаррингу, к составной части тренировок, где каждый из вас, уже исходя из имеющегося собственного постановки базы, получает, фактически нарабатывает свою неповторимую манеру ведения в бой. Вот психологическая подготовка вещь настолько же индивидуальна. То есть по сути дела, вот самая большая ошибка всех систем психологической подготовки в том, что они их бой, конфликт рассматривают отдельно от всей жизни. Почему-то считается, что человека можно подготовить к бою, да, он себя эффективно будет проявлять именно в бою с точки зрения психологии. То есть не испугается, точно определяет момент начала атаки, вовремя ударит и так далее. То есть будет действовать эффективно. Но в то же время, грубо говоря, в жизни он будет жить совсем по другим принципам. Да это не так. Конфликт – это такая же часть жизни, как и все остальное. И нужно предполагать, что для него есть какие-то индивидуальные принципы. Вот это самая большая ошибка, по сути дела, которую это пускает. Это первое. А второе, какие бы вы качества ни разрабатывали, они должны тут же проекцироваться на жизнь. То есть в жизни нужно действовать абсолютно по тем же принципам. То есть вот, скажем так, это первая и основная вещь, которую нужно уяснить. То есть целостность, как бы, этой системы, она вне отрыва от жизни. Момент номер два. То есть вот, как бы, сейчас попрошу, ну не каждый из некоторых из вас определить, какие основные серьезные моменты психологические в конфликтах. То есть вот проблемы, которые возникают когда-нибудь в конфликте, психологического характера. Ну просто вставайте и говорите. Включайтесь в диалог, чтобы он не был монологом. Я не совсем понял, честно говоря, вопрос. Этапы развития конфликта? Нет, этапы развития конфликта – это несколько другое. Я имею в виду, что тема нашего семинара – психологическая подготовка. Вот какие психологические качества можно выработать у человека, чтобы эффективно действовать в конфликте? Какие основные проблемы с точки зрения психологии возникают в конфликте, которые надо эффективно решать? Ну, стресс, собственно, вообще. Конфликт, в принципе, в стрессе, адекватное реагирование. Так, согласен. Вот от определенного ролевого поведения еще появилось. Поясните. То есть, возможно, прогнозируемое поведение у человека, которое впоследствии может быть образовавшись умереть? То есть, отсутствие устоявшихся моделей? Да. Готовая модельность, которые могут привязать с ошибочками в действие сообразной ситуации. Еще варианты? Готовность умереть. Ну, либо результаты, когда это влияет на семинар. Ну, это я не согласен. Потому что, Дмитрий, готовность умереть… Ну, как возможный сок, ну, как бы… Ну, вот так, да, более, более корректно. Я не думаю, что так, если вы должны все что-то поправить, потому что, правильно оценивать, степень и важность, когда вы готовы по всему миру. Готовы не доставить, или нет? Вот. А вот теперь лицейдь пошел к самому главному. То есть, другу говоря, вот опять же, мы рассматриваем проблемы, которые есть конфликт. Но я еще добавлю. То есть, скажем так, четкое различение стадии конфликта. Еще одна большая проблема, которая возникает у людей. То есть, когда наступает момент, когда мы можем начать убивать человека. Когда мы можем приводить конфликт с точки зрения, допустим, вербального общения. В общении с помощью применения группы силы холодного нестрельного оружия. Правильно? Опять же, еще одна проблема. Возможности самого конфликта. То есть, в каких случаях мы идем до конфликта, в каких мы не идем. Логично? Опять. Но вот самое главное, опять же, это все эти проблемы возникают только в одном случае. Если мы рассматриваем конфликт вне контекста любой жизни ситуации. Почему? Получается, что вот существует человек, он живет раз, раз, раз. И тут неожиданно, в нем случился конфликт. Но само по себе это утверждение, это нонсенс. Почему? Потому что в данном случае, кто-то, значит, человек практически не контролирует свою жизненную ситуацию. Абсолютно. Ни один конфликт не возникает спонтанно. Потому что конфликт – это пересечение жизненных интересов. Логично? И получается, что если конфликт возник спонтанно, человек практически не контролирует свою жизненную ситуацию. То есть, он четко не очерчивает круг своих жизненных интересов. И сразу возникает проблема. Если жизненные интересы не очерчены, соответственно, он не знает, за что он сейчас дерется. Это понятно или есть вопрос? Не стесняйтесь, задавайтесь. Просто потом было понятно. Если я правильно понял, то у меня первая церковь конфликт-ситуация, она в данный момент такой нет, да? Вступать в конфликт и не вступать. Нет, более общий. Грубо говоря, то, что конфликт сам по себе является пересечением жизненных интересов двух людей. Или двух групп, или неважно, и столько. И в данном случае конфликт сам по себе не является некой внезапной составляющей. То есть, вот, любое действие человека предполагает наступающий результат, независимо от того, хочет человек наступление этого результата или не хочет. Вот если я, короче, пну мяч, да, чтобы попасть в те ворота, я, может, паду, может, не попаду, но я его пнул, чтобы попасть. То есть, я вижу результат, который я должен достичь. Если я тупну натуру, то кажется, что я не могу. Если я там дерну ткань, она порвется, может, не порвется, но я знаю, что я хочу и чего я добиваюсь. Вопрос другой. Если я четко отвечаю за каждое свое действие, да, и планирую каждое свое действие, то результат, который наступает, он для меня ожидаемый. И он не может для меня являться чем-то спонтанным и неожиданным. А вот если я действую и не знаю, какой результат может наступить в результате моих действий, и даже я о нем не думаю, а просто действую как там, я хочу, чтобы мне в голову придет, не планирую этих результатов, да, то мои действия могут привести меня к результату неожиданному, а может даже и смертельному для меня. И в данной ситуации я не могу гарантировать за свою жизнь в следующую минуту. То есть идея какая? Если мы четко очерчиваем труд своих жизненных интересов, мы четко расставляем приоритеты по жизни. Поскольку мы четко расставляем приоритеты по жизни, мы знаем, чего мы хотим достичь. Если мы знаем, чего мы хотим достичь, мы знаем, с кем мы будем пересекаться в этом достижении, да. И получается, в данной ситуации, если конфликт возникает, то он уже прогнозируемый, ожидаемый и предполагаемый. И спонтанность конфликта исключается со всем. Вопросы есть вот именно по этому? Да, есть. Да. В принципе, в одном ситуации, когда там манерительные интересы, круг манерительных интересов, и круг манерительных интересов человека, с которыми случаются конфликты, они в принципе никакого не пересекаются. То есть просто в течение обстоятельств. Я говорю по улице, вечно, может, он только идет, что-то хочет у нас там. Каким образом мы случаем эти ситуации, спрогнозируемые там, каким-то, то есть, нет зависимости от моей жизни, может быть, Брессов, отчеркшили, неотчеркшили, а он все планирует, как вот, там, челкуют, но он получил сектак. Отлично. А вот те, кто нашли к следующему моменту, абсолютно грамотный вопрос. А будет ли в этой ситуации конфликт? Ну, опять же, то есть, конечно, то есть я могу, там, в другом случае, в этой ситуации могу, там, попытаться связать, у меня народ был разный, но это не всегда возможно. Нет. Ну, просто давайте определимся четко. Вот, смотрите. Сейчас мы перешли к следующему этапу, который очень важен. Что определяет, проходите, что определяет круг жизненных интересов. Вот, опять, следующий этап, который четко позволяет вот эту систему СССР, что именно определяет, что является приоритетом, это цель. Цель в качестве стратегической составляющей, то, чего вы хотите достичь. Вот есть стратегическая составляющая, а есть тактическая составляющая. И, соответственно, с этим расставляются приоритеты. То есть, самое важное, самое первое, это осознать ту цель, которую вы хотите достичь. Если эта цель осознана, да, если она вот появилась, это стратегическая идея. После этого возникают тактические идеи, какими путями ее можно достичь. Опять же, вы разрабатываете эти пути. Но сейчас мы говорим о цели, допустим, не как, о цели жизненной, а не того, а о цели в ликом философском смысле. А я имею в виду цель, для чего вы живете. Вот. Именно в таком глобальном масштабе. Объясню почему. Почему? Потому что, если мы расставляем приоритеты, которые направлены на достижение мелкоботовой цели, купить квартиру, купить машину, хорошо питаться, да, то в данном случае это не цель всей жизни. И данная цель, любая из этих целей, не сможет сформировать круг ваших жизненных интересов. А вот если вы ставите цель глобальную, которая формирует ваши жизненные принципы, в данном случае вы четко различаете, где есть пересечения с вашей жизнью интересные, а где их просто нет. И в данном случае, если вы шли спонтанно с человеком и встретились, если у вас нет никакого пересечения в вашей жизни интересов, я, кстати, не говорю тому, что ваши круги пересекаются, допустим, ваш круг входит, ну вот как жизненный интерес, это отстаиваемся в честь и в достоинстве. Ну, например, это далеко не для каждого и далеко не абсолютно. Потому что есть люди, которые нормально живут и без этого. Почему я говорю, что система психологической подготовки для каждого будет абсолютно индивидуальной. Кому-то нравится быть гибким приспособлением, и осуждать его за это мы не можем, мы все живем параллельно, по большому счету. И любое насилие над личностью человека, оно, ну, так же, как и физическое насилие, не приветствуется. Если бы он решил сойти вот так, почему бы нет? Так вот, в этом случае, если вы с ним встретились, если конфликт у вас возникает на почве пересечения с вашим жизненным интересом, вырыгнувшим воскорбление, допустим, у вас, и вы считаете, и цель вашей жизни заключается в том, чтобы отстаивать данный принцип, возникает конфликт. Вот это конфликт. Но, опять же, в данном случае от прогнозируем, мы ошибаемся, да, согласились? Мне просто не очень понятно, что такое цель – жить. Просто, ну, вы понимаете, из чего мы живем, мы общаемся, вопрос, вопрос, и мы не можем... Абсолютно, абсолютно верно. Мы не можем получить на свою жизнь. Нет, а вот это неправильно, я объясню это просто. Был профессор Городского университета, Дима Тили, один из первых советов ЛСД, замечательный человек, который в венчок и емкость сформулировал простую вещь, что если вы не определите цель своей жизни, за вас ее определит кто-то другой. И в жизни так и происходит. На самом деле, он подходит к тому, что мы, когда мы формируем свою глобальную систему, которая наша жизненная интереса человека, по сути дела, компьютер. Ну, грубо говоря, можно так сравнить. И когда мы ставим на него программное обеспечение, мы сами выбираем, сами на него ставим, или мы принимаем какие-то установки. И ни тот, ни другой вариант не является плохим. Потому что каждый, опять же, выбирает сам. И может реализовать любую программу. Абсолютно любую. Это его право и его жизненный выбор. Но вопрос заключается в том, что если мы ее не определяем, нас ее определяет кто-то другой. Мы можем любую комбинацию этих программ составить. Но когда мы эту программу поставили, она уже определит, как мы будем существовать в обществе, в их жизни. И на этот вопрос, я к чему я тут ввожу, на этот вопрос надо отвечать именно в тот момент, когда мы о нем задумались. И на ответ на него надо искать. Потому что это основа вашей стратегии. Как только вы сформулировали эту цель, вы уже дальше начнете развивать и искать там те системы, которые позволят вам ее реализовать. Есть вопросы? Это начало. Это основа. Ну, я хочу еще один вопрос, подчиняю. По сути, цель жизни практически любого, доработающего человека, это сам развитие. То есть развитие, развитие, все стороны. Какие могут быть еще? Целей может быть и много. Например, цель служения Богу. Это мы берем, вот это религиозный респект. Стать без смерти. Стать без смерти. Хорошая цель. Пока у вас все эти, нормально. Спасибо. Вот. Целей очень-очень много. Очень много. И вот когда вы говорите, что, смотрите, я оформлю вашу фразу, для каждого здравомыслящего человека есть одна цель, саморазвитие. Вот фактически это уже с вашей стороны идет ментальная агрессия в отношении людей. Вы им просто говорите, что раз осталось, что вы сами разрубаетесь. А может, кто-то на самом деле для кого-то цель является агрессия, в обращении состояния и роботой пустоты. Да и снова. Вот. То есть, я к чему говорю? Вот принцип какой? Можно принять любую систему уже созданную, да? Но учтите, что когда вы принимаете систему уже созданную, с ее целью, безусловно, замечательно. Мы все же программисты, да? Есть и юзеры. Есть и лайнеры. Вопрос какой? Можно взять, задаться целью самому, готовить что-то под себя. Безусловно, это сложно. Почему? Потому что, как в любой системе, приходится думать. Гораздо проще взять уже готовый лицензионный продукт. Ну, например, религиозные системы. Христианство, славы веками, апробировано там, разрешение министрала, все дела. Но, как только вы принимаете чужую систему, да, учтите, в саду момент вы начнете жить по этим правилам. И фактически, поскольку их задавали не вы, знаете, есть такие скрытые возможности программного продукта. То есть, есть там вещи, о которых вы просто не представляете, не знаете, по сути дела. Но вы их уже приняли, в этом саде живете. Потом вы учтите еще один очень важный момент, связанный с садочной подготовкой. Почему, допустим, каждый сейчас не может встать и сказать, моя цель жизни там такая-то? Как вы считаете? Нет. Ну, здесь не касаемся морального аспекта, а аспект чисто прикладной. Просто с того момента, когда вы открыто заявляете о своей цели в жизни, достаточно легко просчитать ваше поведение в любой ситуации. Ну, там, банально, например, если там берсерк верит, что он после смерти попадет в Валхалу, где будет много голых теток и много пива, да, соответственно, он будет драться по любому поводу, и себя не жалей. Чем быстрее, тем лучше, чем тянуть. Вполне логично. В то же время, если мы берем, там, буддиста, который не хочет погибнуть, конфликт, там, не важно, как его толк, чтобы не переродиться бабочкой, он там всячески будет этого избегать. Если мы берем христианина, он с трудом пойдет его убить, потому что это грех. Если мы берем мусульманина, он во имя Аллаха убьет легко и не задумывается. Опять же, потому что все предрешено. Если этому человеку суждено умереть на этом ноже, значит, так решил Аллах. А я здесь ни при чем. Это бизнес. Ничего личного. Вот. Но с другой стороны, получается, что мы человека уже можем считать. Поэтому самая глубокая личность, что есть, это как раз твоя цель жизни и те средства, которые созданы. Потому что этим определяется и вся ваша жизнь рассчитается все ваши поступки. Есть вопросы? Можно. Свои цели может быть иного, в том числе и защита, там, собственного, достоинства. Но у каждой цели, скажем, или достижение каждой цели человек готов на определенные жертвы пойти. Это не значит, что ради одной цели он готов не верь, а ради того, что он будет умереть, а ради того, что он тут в плечо тот, но это не совсем у такого. Как определить? Можно ли? Можно. А у нас пасты. Мне кажется, это герметик, как раз человек. Да, абсолютно, конечно. но туда опять вернемся, но опять вернемся, проходите. Вернемся опять в классификацию. То есть мы четко подразделили, что есть определяющая цель, да, это стратегия. Это, ну, четко, как мы говорим. то есть задача стратегии, то есть задача стратегии, то есть тактика, как это сделать, какие силы и средства для этого используют. То есть если мы стратегически определили основную цель, первое, цель, основная цель должна быть абстрактной. Она не должна быть конкретной. То есть эти примеры, эти толчка в плечо, затопление водой, царапание машины, вот, обзывание таким нехорошим словом, это все частые, конкретные примеры. И вот если есть абстрактная цель, она формирует, в первую очередь, систему ваших жизненных ценностей. И когда эта система жизненных ценностей формируется, да, то есть во всех этих ситуациях, которые сообразуются с целью, вы выстраиваете свои жизненные интересы и способы поведения в любых ситуациях. Получается, что есть вещи принципиальные, а есть вещи непринципиальные. Для каждого они разные. Если у вас полгода, причем для вас это непринципиальные, вы просто проходите мимо и обращаясь к ним. А если принципиально, то вступайте в конфликт. Но, опять же, поскольку мы четко определи конфликт как пересечение жизненных интересов, получается следующий момент, что если мы вступаем в конфликт, мы в этом конфликте идем до конца, а конец это смерть одного участника в конфликте. Либо отказ, то есть егательство вашей жизненной интересы. Ну, это может предполагать, это может не предполагать. Как он решился, никто не знает. Но, опять же, если конфликт, вы вступили, да, опять же, конфликты бывают разные. Но, мы просто знаем, что конфликт, это когда четко пересеклись интересы жизненные одного и интересы жизненные второго. И в этом случае выступать не будет никто. Стало бы выступить тот, кто погибнет. И вот, когда понимание этого есть, гораздо легче выделять принципиальные и принципиальные моменты. А они, опять же, формируются в зависимости от цели, которую вы себе определили. То есть, если я правильно понял, в каждом конкретном случае нужно определить диагогуру, перейти до конца, каким образом принестили, Да, то есть, ну, правильно, это несколько частно, а если более глобально, то есть, нужно систематизировать свою жизнь, систему своей жизни и ценности. То есть, понимаете, что вы четко выделяете, какие интересы в жизни для вас появляются принципиальные. и если вы найдете принципиальные интересы, вот есть, допустим, три линии, раз, два, три. Вот все, что этих линий касается, все умирает, или вы умирает. А все, что мимо проходит, пусть идет. И для каждого они свои. То есть, у каждого, вот, вы очень много споренгуетесь, у вас у каждого достаточно распоренный урок, ну, кто-то меньше, кто-то больше, выяснился. Есть, но все, логично. Вот скажите, вы какие-то человек, который двигается точно так же, как вы? Вот абсолютная копия. Нет, таких людей нет. Потому что, в зависимости от роста, веса, темперамента, длины рук, предпочтений, каждый берет по-своему. Вот так и с психологией абсолютно точно так же. То есть, в данном случае, у каждого человека будет своя система жизни в цене. Что хорошо для одного, будет плохо для другого. Абсолютных рецептов здесь нет. Вот теперь, по сути дела, мы переходим к такой составляющей, как сам по себе конфликт. То есть, раз мы уже определили, что это принципиальная система жизнедеятельности, опять же, конфликт физический, это очень самая простая и примитивная вещь. Почему? Потому что, в данном случае, ну, получается выяснение отношений на уровне группы физической силы, или, опять же, групп людей, или двух людей. В первую очередь, здесь что важно? Есть конфликт, систем ценностей. И это гораздо серьезнее. Почему? Потому что, прежде чем вас там убивать, крошить и резать, гораздо проще вам навязать чужую систему ценностей. Это банально и просто. То есть, если, опять же, почему, что если у вас нет цели, вам ее навяжут? Почему? Вот вы все равно в этом обществе крутитесь, все равно в нем вращаетесь. Вас, в первую очередь, кто-то рассматривает как свой ресурс, неважно какой. административный, просто людской, физический. Соответственно, для того, чтобы вами манипулировать, вам будет навязываться определенный уровень система ценностей. Ну, банально, простой пример. В армии были многие. То есть, человек, который туда приходит до армии, которая уходит после армии, у него система ценностей несколько изменяется. Если брать простые примеры, вот как манипулируют людьми, навязывая систему ценностей, ну, их много. Хочет ли вы, это солдат, который по команде прыгает, закрывается в их гранатах? Например, что двигало теми людьми, которым оставался месяц до дембеля, и которые в обмен на месяц вышли на крышу 4-го блока Чернобыльской АЭС и работали там 30 минут, убирая шлаки, радиоактивные. Их никто не заставал, просто сказать, ребят, у вас есть выбор. Либо вы идете на деньги, завтра, убрав эту ерунду. Вот, вот видите мусор, лопатами убрали, пошли на деньги. Либо вы месяц еще живете в казанах. Вот, для вас сейчас, наверное, на многих кажется дико. А у них действовала в этот момент иная система ценностей, в которой деньги это высший приоритет. И именно этот момент заставил их сделать шаг вперед к теме добровольцев и пойти. Понимаете? То есть, в данном случае мы рассматриваем на разную эту систему ценностей человек, который ставит свою жизнь на кон в угоду этой системе ценностей. Но это наиболее явный пример. А сколько их скрытых? Сколько их скрытых, которые действуют повседневно и каждый день? И тут же, опять же, надо определять, что любая информация, которая к вам поступает, я не беру сейчас крайний пример, типа сектантский, да, где идет четкий пример навязанной своей системой ценностей. Это тоже достаточно просто и открыто. Но подобные вещи действуют регулярно в социальном плане. Каждый из вас является социуми, активным ума членом. Кто-то является сотрудником какой-то организации, кто-то военнослужащий, кто-то является частью социума в разных, ну опять, семья, рост и так далее. И опять же, в любом из этих случаев, опять же, вот мы живем все в Москве, это тоже часть социума, здесь тоже, опять же, своя система ценностей, где что-то приемлемо, а что-то нет. Это почему я все говорю? Когда вы начинаете думать и проводить какую-то психологическую подготовку в себе, опять же, ну вот это как на тренировке, вам дают принципы, а дома вы сами работаете с собой. Если вы так делаете, вы будете быстро расти. Никто вам не сможет ничего дать, если вы не захотите взять. Так вот, когда вы начнете работать со своей психологией и готовить себя, первое, что вы должны сделать, вы должны опять же определить свою систему ценностей и понять, что находится за ее пределами. И самое главное, тут не должно быть слово «общепринятое». Потому что общепринятого нет ничего. Все, что общепринятое, это все навязано. Это все промывка мозга. Только вы сами, как личность, можете для себя определить, что вам нужно. И никто более. А как говорят, ну вот, я извиняюсь, каждый разумный человек, всякий житель города Москвы, каждый порядочный мусульманин, вот, каждое светское лицо, каждый образованный человек и так далее, это уже вас обращают к какой-то системе ценностей, демократии, гуманность, наоборот, тоталитаризм, или там, там, религия, неважно. Какой-то системе ценностей, на которую вы должны откликнуть. Но если это вам не свойственно, если это не входит в порядок ваших жизненных приоритетов, да, вы просто, грубо говоря, вестись на этом не должны. Вы сами для себя определяете, для чего вы живете. И тут не может быть высокопарных фраз. Кто-то скажет, там, о Боге, кто-то скажет еще о чем-то, кто-то скажет о семье, неважно. Каждый сам определит, для чего он живет. Для прогресса, для регресса, неважно. Важно то, что кроме вас никто этого определить не может. А если кто-то определяет в любой форме, скрытый или явный, это уже промывка мозгов. И попытка манипулирования, это уже конфликт, это вторжение в жизненную сферу ваших интересов. Получается, что самое интересное во всем этом, что мы вроде бы, если нас толкнули на улице плечом, рассматриваем это как конфликт. А если нам в уши что-то вдули, мы это как конфликт не рассматриваем. А это тоже конфликт. И порой словесный конфликт, и конфликт, навязанный интерес, он гораздо жестче, чем конфликт физический. Здесь все просто. Вас толкнули плечом, людьми прошли, двуцу дали. А там гораздо сложнее. Почему? Потому что если у вас нет системы ценностей, устоявшихся, вам очень тяжело отделить, что ваше, что не ваше. Манипулятор будет достаточно искусственным. Вот есть вопросы по этой части? Да. А если вот подобность, попытка, то есть, все-таки затрагивает именно ту сферу, которая, скажем так, фаллорика, да? Приоритет. Приоритет, да. Получается так, что с одной стороны манипуляция, с другой стороны человек, в принципе, начинает действия какими собственными договорами, потому что затронули как раз и не его какие-то ценностные приоритет. Как процент? Как манипуляцию? Или как собственные договорами? Леш, если я правильно понял, хотите сказать следующее, что если человек включил в свои жизненные интересы, допустим, воздействие на вас, да? Да. Если, опять-таки, то все очень просто. Если это не совпадает с вами системой ценностей, это конфликт. Если нет, но если ваша система ценностей допускает подобное воздействие, это не конфликт. Если это воздействие затрагивает определенные вами ваши жизненные интересы, это конфликт. И опять же, в любом конфликте, в любом конфликте исход может быть абсолютно разным. Надо быть готовым к самому тяжелому и суровому. Причем, не важно, с чего он начинается. Но этот конфликт можно начать в этом с таком вот воздействием, связанным с внедрением мобчуждой системы ценностей, а закончить с отрезанием головы. Сколько угодно, опять же. Ну, посмотрите, пожалуйста, самый простой пример такого подобного конфликта, да? Когда миссионер патолический, попал к дикарям Амазонии и пытался им доказать, что Христос самый лучший бог на свете. Что с ним сделали в результате этого конфликта ценностей системы? Сварили и съели. Выдевайте, все просто. Второй момент, опять же, еще один конфликт подобного рода, но уже с другим лицом. К тем же дикарям попал Рокфеллер младший, да? Не, он им ничего не навязывал, просто у него была одна из системы ценностей, да? Которая была им чужна. Он вступил с ним в конфликт ценностей. Опять же, его съели. Конфликт закончился смертью одного из участников и трапезы другого. Вот. А когда прибыл наш товарищ Лундаков, который свою систему спрятал глубоко внутри себя, и она ни в коем образом не вмешивалась, он привел их систему ценностей. Почему? Потому что его система ценностей позволяла это сделать. Нормально прожал три года, женой обзавелся. Проводили и вознеют дорогу далее. Вот. Очень важный постулат. То есть конфликт может развиваться на несколько уровнях, но на каком уровне он не развивался, в любом случае, это то, что затрагивает вашей жизненный интерес. И вот опять же, почему я говорю о том, что, опять же, я не могу ничего навязывать в этом плане, тут у каждого свое должно быть менять, но, на мой взгляд, система ценностей, которую вы сами принимаете и для себя разрабатываете, да, лучше, чем система ценностей, которую вы берете где-то со стороны. Потому что систему идеально знает тот, кто ее разрабатывает. но те, кто ее пользует, могут узнать всех ее возможностей. Это первое. А во-вторых, если система ценностей известна, всегда нужен человек, который на нее лучше ориентируется. А этот человек уже сможет воздействовать на вас, когда был конфликт. Тогда ваши жизненные интересы будут пересекаться. Вот идея такая. Еще есть вопросы? Получается, что несловно, то есть более простой, а не профильм, не просто профильм, а как вы как вы видите. То есть, когда создать систему ценностей, я не создавлюсь у меня, а правила, ну, как правило, мне хотелось просто для этого оттуда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть, взять в то, что мне нравится, то, что для меня прием, а не то, что мне нравится. правильно? Нет, просто я не говорю о том, что вы должны с нуля креаторствовать, создавать всю эту систему, да? Я говорю о том, что компиляция действительно тоже возможна. Самое важное супер, это ядро. А ядро вашей системы, это ваша цель. Ваша цель определяет ваши жизненные приоритеты. А средства, да ради бога, у нас вон, некоторые тоже автоматы калашмиры покупают. Тут себе убивают хруты из автоматов калашников. Причем, это уж автоматы хорошие, но их цель да их цель. Цель определяет все, а средства вы используете любые. И вполне, кстати, допускаешь, что компиляция во многом дожилась. Потому что велосипед изобретать тяжело, а все, что самое хорошее, все всегда на виду. Потому что, ну, есть немецкие стражевые собаки, они лучше умеют, все используют. Есть автоматы калашников, они тоже лучше умеют, есть военная техника российская. Так и здесь. Есть система, которая пробована годами. Но опять же, вопрос только в другом. Когда вы будете что-то импелировать, следует, что вам не подсунули. Большой. Или жука, который, как вирус, внедрится в вашу систему и просто уничтожит ее. А различается это тоже очень просто. Все, хотя хорошо, когда все жизнеутверждаешь. Когда вам помогает эффективно жить. А если это мешает, ведет к деструктивным моментам психики и жизни, это плохо. Ну, вот, на мой взгляд, так. Ответил. Николай, возникает вопрос тогда по поводу компиляции как бы своей системы, любви системы и набора просто подседенных. Понятное дело, что эти элементы тоже там разрабатываются. И если в графе понимание то, что там могут быть действительно какие-то жуки, да, сходить на какие-то моменты, то они там действительно тоже просто могут быть. И как отвечать? Берем ли мы что-то еще, просто принимая, да, какие-то узкие, чужие системы ценностей? Или не берем? Или это подсовывается автоматически, да, и просто разделяя какую-то систему ценностей, да, тем, что мы живем, допустим, в каком-то условном образе на районе питания, принимаем какие-то правила этого, среди в этой питании, да, мы автоматически, как бы, отсеиваем, мы принимаем еще шот. и в таком случае для нас оказаться нецепсимыми темами. Нет, Дмитрий, тут вопрос простой. Еще раз, если на самом деле где бы мы ни жили, мы определяем для себя нашу цель. Когда мы ее определяем, мы эффективно подбираем средства для ее реализации. Откуда мы их берем, это наше дело. Ну, и для того, чтобы узнать на всех эффективных средствах для реализации цели, мы ее и зарабатываем очень эффективно. Нет, я согласен. Вопрос в другом. Когда вы это все дело составляете, формируете, вы формируете замысел. Замысел жизни. И вот этот замысел жизни, по сути дела, да, то есть, как, знаете, военные пишут, план наступления, вы сформировали замысел. И вы для себя предусмотрели на данный момент какие-то элементы, и вы их взяли. Если какой-то элемент негодный, вы его, соответственно, отбрасывали, цель-то абстракт, глобального, она на всю жизнь, она формирует вашу жизнь, по сути дела. По сути дела, вы разложили все свое жизненное пространство на четкие, понятные полочки. И это, первое, самое важное, исключает спонтанность вашей жизни. Помните, мастер, вам говорили, кирпичи, просто так, на голову, никому не падают. И если мы можем себе позволить безответственно потратить свою жизнь, то нам надо быть готовы, да это тоже может быть цель, но надо быть готовы к тому, что жизнь закончится в любой момент. Не расставаться с Беломором в Девяткой Балтике, чтобы все успеть. А если мы не готовы к этому, если наши интересы лежат просто за пределами прожигания жизни, то мы должны ее тактически планировать. То есть мы должны все расставить по полочке. Наша жизнь не приоритет и интерес. И как мы это сделаем, у него спонтанного конфликта быть не можем. Конфликт ожидаемый, предсказуемый. И самое главное, что в этом случае уже не возникнет вопроса, как себя в этом конфликте вести. Потому что если конфликт пересекает сферу наших жизненных интересов, вести себя можно как угодно применить все доступные средства для устранения этого препятствия на пути. Вот что отличает на самом деле, все вопросы, помните, мы вначале начали говорить, что в конфликте мешает нам действию должным образом. Да, ну что, я сейчас его убью и сяду, когда бить, бить или не бить, конфликт или не конфликт, что сейчас будет и так далее. Но если у нас уже все возможно, если мы четко ввели вот эту сферу свою, то что вошло в сектор, то и подвергается атаке. Моментально. Это сфера ваших жизненных интересов. Если кто-то схватил за грудь вашу жену или девушку, допустим, ну если у вас она входит в вашу систему жизненных интересов, если еще есть фингер, простите, и раз в гибель, вот, вы его уничтожаете. Все. Банально и просто. То есть, по сути дела, конфликт, это такая же часть жизни, как и все остальное. И вот мы в данном контексте, как мы начали рассматривать, рассматриваем вот такую узкую, узкую часть. Это физический конфликт, потому что это примитив к нашей системе ножевого боя. Но по большому счету, конфликт может заключаться в любом посягательстве от жизненных интересов, в любом, на любом уровне, любой позиции. И вы всеми доступными методами адекватно будете отвечать на эту угрозу. Это достаточно просто. Есть вопросы еще? Великолепно. Так, вопрос простой. Отчистите компьютер до того, как будете искать ядро. Тогда получится... Пустота. Кто тогда еще? Учистите. Согласен. Но согласен с тем, что личность нивилировать абсолютно невозможно. Всегда. Личность будет сохраняться, всегда. Как и установки, если она сформирована. Если мы продолжаем процесс чистки, то у нас это ядро постепенно трансформируется. За что вы в голову скажете? Таня, то, что вы говорите на самом деле, это уже жизненная цель, которая заключается в трансформации ядра, например. Вопрос в другом... Вопрос в том, что если мы формируем концепцию ядра, то она будет очень не восстановиться, если мы занимаемся чисткой. Не, я скажу так. Вопрос в том, я не защищаю эту концепцию, в том числе и концепцию ядра. Я говорю лишь о том, что, безусловно, ваши жизненные установки предыдущие, да, формируют вашу цель. Это безусловно. И от этого никуда не деться. Если вам не нравятся те установки, которые были у вас, и вы начинаете их уничтожать, то есть если они не приносят вам жизненный эффект, самоутверждение, то есть жизненная реализация, вы, по сути дела, уже начинаете формировать, искать это ядро. И строите, формируете его и строите систему отношений у кого-то другого ядра, не того, который был раньше. Стирая все эти установки, формируя новые. На самом деле, формирование новых установок в данном случае, тоже способ систематизации своей жизни. А вопрос ядра, то эту концепцию можно не защищать. Важно, что вы для себя ставите в угловом угла, ваша цель. И вот вокруг этой цели вы формируете замысел в виде средств, который вам больше всего подходит. Если цель в ходе достижения ее трансформируется, во что-то иное, сейчас, минуту, если она трансформируется, значит, цель была не абстрактной, не глобальной. Да-да-да, можно друг не поднимать, просто говорить. Просто вот эта вот цель, о которой вы все это говорите, ее можно убедить. Если мы действительно пытаемся серьезно пытаться тому, о чем вы говорите, в какой-то момент, чтобы сформировать симптом, мы начинаем пытаться понять, а оно, в чем же оно состоит. Да. И можно просто уйти в процесс, не имея только цели. В процессе этого вот этого логи, он просто устоялся. глобальный подход. Но на самом деле, если мы уходим... При этом нет цели. Нет, Тань, на самом деле, если мы уходим в процесс, не имея цели, это уже тоже цель. Да ладно, это просто процесс. Ну, вы же сформулировали. Я сформулирую процесс. А, чтобы мы сформулировали, тебе просто что знаешь, сформулировать процесс. Если мы говорим, что мы, не имея никакой цели, уходим в процесс, мы уже сформировали это ядро и формируем свои жизненные принципы Усталовка. Легко. Когда столов мы будем, нам удается предполагать. То есть нам определяют какое действие первого совершения направления. Главное, не может быть направлен на шок. Может быть после действия, потому что он довел. Не может быть действия не направлен на шок. По-моему, у вас. Ну, я думаю, это как-то так. Ну, то есть вот на самом деле, давайте определимся, почему вы пришли. То есть вот эта система психологической подготовки, да, она предполагает упорядоченность мышлений и упорядоченность ваших действий. Если, когда вы занимаетесь вот любовь внутреннести, всегда включаются две составляющие. Три внешних и три внутренних. Вот вы занимаетесь, выставляете себе культуру движения тела. Ставите там, вот в майках соединяете руки с ногами. Потом ставите траекторные движения. Потом ставите парень, чувствую дистанцию. Вы сопоставляете внешние составляющие. Здесь вы ставите составляющие внутренние. Составляющие внутренние. По сути дела, если вы для себя то, о чем вы говорили, определили, фактически вы являетесь самодостаточным человеком-деницем. Которому тяжело, чтобы, ну, навешивать какую-то лапши на уши. Тяжело втянуть куда-то, если вы сами этого не захотите. Но самое-то интересное в этом всём заключается в том, что, если вы этого сами не сделаете, за вас это не сделает никто. Очень много составляющих систем, которые дают жесткие директивные установки. Но любая жесткая директивная установка подразумевает навязывать чего-то. Это насилие. В первую очередь над вашей личностью. Если вы сами для себя это формируете, я говорю, вот так. На самом деле, вот система толпара, вот исходя из общения с моим учительом, да, исходя из того, что я знаю и понимаю, она в первую очередь направлена на то, на формирование целостной личности. То есть максимально не навязчивая. К чему я имею право это говорить? Потому что даже сейчас я ничего не навязываю. Я рассказал свою точку зрения, свое видение на данный процесс. Это не договор. Это всего лишь то, как я это понимаю, как я и говорю. У вас может быть легко свое видение. Но сама идея упорядоченности приведет к тому, что у вас исчезнет в жизни спонтанность. Исчезнет в спонтанность, вы придете к целостности. Если у вас уже есть целостность тела, наработанная в процессе тренировок, да, то здесь у вас будет еще целостность мышления и духа. То есть у вас не будет разрыва между мыслью и действием. У вас не будет сомнений и сожалений. Если вы четко расставите свои жизненные приоритеты, как сочтете нужным, вы будете четко действовать. Отстаивая свои жизненные интересы. И в любом конфликте это создаст возможность эффективного действия. Максимально эффективного действия. Есть ли вопросы? Мне просто очень хочется, чтобы вы все включились в диалог. Почему спонтанность не может быть частью целостности? Как пример просто проявление реактов на бою или с вами? Спонтанность может быть проявление целостности. На самом деле я имею в виду спонтанность жизни, спонтанность событий. А не спонтанность действий. То есть когда мы не предполагаем, какой результат... Неожиданность. По-другому здесь у вас не может быть спонтанным. Все ваши действия, которые уже есть. Мы имеем в виду, что любое из действий в момент он не спонтанным. Я думаю, это сознательное тело. Это не спонтанность действий. Нет, нет, Кирилл. Это действие направленное на достижение какого-то конкретного результата. Вы знаете, это все все, да? Примосовщие. Спорт не хочу, почему у нас нет. Абсолютно верно. Выбирается спонтанно. Выбирается тело. Господа, спонтанно. Я говорю, вы только решите его мирным путем, пожалуйста. Бессмертно. Я потеряю двух хороших командеров. Ну вот. Кого, пардон? Мы же. Мы же. Мы за первого уровня. Вопрос другой. А это, кстати, понимаете, какие бы конфликты ваших интересов у вас не возникали, вы уже находитесь в зоне влияния нашей школы. Отговорить не на это. А? Так вот. Что это? Спонтанность? Это действительно спонтанность. Но при спонтанном решении, при любом, да? Вы же в бою не тактически грамотны. Ну вот. При любой спонтанности. То есть все принципы у вас уже внутри. Правильно? Вы четко оцените ситуацию, принимаете правильное решение. Оно не может быть неверным. Спонтанность возникает. В прямой форище, либо обратной форище, да, на начальных этапах обучение. Вот там из них нет. На начальных, на самых конечных. На конечные примеры. Нет. Нет. Не так что. Спонтанность. Спонтанность. Ну и хорошо. Просто словами. Нет. Здесь много. Слово спонтанность – это хорошее слово. Просто любые события в вашей жизни должны быть неожиданными для вас. То есть не должно происходить в тап, и вот оно прилетело. Вы если бы вы интересны, то есть какое-то последовательное следовательное решение. И если бы вы были непонятными людьми, то если какие-то события возникают в вашей жизни неожиданными, то возможно, вы не светёте в поляну. Вот, вот, вот. Это правильный неожиданность и спонтанность? Это синоним? Нет. Нет, абсолютно нет. Но почему? Спонтанность – адекватная реагировка. А неожиданность бывает в основном детского. Хорошо. Неожиданность и прогрелить ваши спонтанности в детях? Нет. Чтобы его действия по отношению к меня не были для меня неожиданными. Правильно. Это плохо. Ну вот, Кирилл. 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 Хороший, кстати, пример. Вот чем характеризуется нормальный мастер рукопашного боя, да? Ну вот, тоже, это пример в конвейсии Минар, да? Нормальный мастер рукопашного боя характеризуется, что глубоко в фиолетово кто сейчас не будет спинтранс? Потому что удивить его, в принципе, нечем. То есть, любое движение противника неожиданным для него не будет никогда. Он настолько четко знает себя, механизм своего тела, да? И настолько у него разложены все движения, реакции по полочкам, что его ничем не вижу. Чем бы его не атаковали? У него есть сектора, в которые летят атаки, вот эти, правильно? Он знает, как их ловить. Это все проработано годами. Не будет? Да, если стоит глубокий нокаут, то, в принципе, не будет. Конечно, нет. Нокауты за эти годы он тоже пережил миллионы. Вот и здесь то же самое. На самом деле, когда вы это сформировали, когда четко определили, то вы четко знаете, для чего вы делаете каждое свое действие. Какого результата вы ожидаете, на что оно направлено. Даже если оно просто направлено на поток, на парение в жизненное пространство или на собирание модели реальности. Хорошая тема. Вопросы? Есть? Задайте вопрос. Белый бежал специально. На самом деле, для чего мы собрались провести семинар, для чего довели эту идею, которая есть. Это как бы вот та основа, которая позволит вам заложить что-то. Или не заложить ничего, все будет от вас зависеть. Вот. Вопрос в другом, что поняв вот основу этой системы, проработав, впитав себя, чтобы она для вас стала такой же, система спарринга, да, вы будете, черт и обезопасен от любого вида воздействия. Я не вижу что это будет стальной панцир. Я не вижу, что будете к ним готовы. На самом деле, на мой взгляд, вот в данном контексте нашей ситуации почти оттвориться, да. Быть защищенным от воздействия чужих ценностных систем это гораздо более важно, чем быть защищенным от любого физического воздействия. Физическое воздействие оно может покалечит и толпить. А вот воздействие других систем ценностей может вас поработить? Да. В общем, для системы ценностей это каждый круг. А? Для кого тут можно быть самым лучшим? Я опять же вы скажете по свою точку зрения. Не то, что вы имеете в основном составы школы, которые находятся в системе ценностей, и школы доживого рода, ну ладно? Влияние на ясно. А? Ага. 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 Мастер не попал бы в моё влияние. В общем-то, вот это, что я хотел сказать, если есть какие-то вопросы, задавайте. А может быть еще? Ну, по очереди. По очереди. В общем-то, если есть идея, если вот чёплость галлотики, галлотики толком, идеей, вот вы мигает, например, не зашилыщики, да? Практически показывается, что так галлотики нет. Вот это живо, что живо люди делают. Практически показывается, что так галлотики нет. а также действовать с помощью каких-то там влияния какие-то. Алексей, но самое главное, то, что меня научили, Алексей Деменович, что всё категорично и всё неправильно. Если мы скажем, что таких людей нет, это будет неправильно. Если скажут, что их много, то должен быть, наверное, коррект. Почему, допустим, мы их не видим, что они действуют безошибочно? Так они действуют безошибочно в своей системе ценностей, понимаете? А если они грамотные люди, они вам её не рассказывают. Это первое. То есть, первое и самое главное. То есть, если вы знаете их систему ценностей, можете только говорить их есть. Просчитать, как бы говоря. Если они на самом деле такие идеальные, не ошибочные, они бы её никогда не знали. Поэтому никогда не знайте, что они действуют идеально. То, что в вашем понимании будет ошибкой, вы их понимаете, будет правильным. Вот вы. А есть внешние факторы. С чем ещё связано то, что даже люди владеют этой вещью и могут ошибаться? Дмитрий правильно сказал. Ошибочность в подборе средств. Но вы же берёте какие-то методы, да? Смотрите, какая они работают. Какие-то не работают. Если они не работают, вы же их все в жизни проверяете. Соответственно, возникают ошибки, вы их откидываете. Берёте новые. Всё просто. То есть ошибка, собственно, здесь она вынукила инструменты. Ну, ваши... Правильно? Нет. Ваши действия тоже есть в другом инструменте. Да. А если рассматривать, что это неправильное действие, то это не ведёт к невозможности достижения. Цель. Тогда выпьем. Нет. Ну, я бы проехал. Не проехал. Тогда о чём вы говорите? Вопрос следующий. Если это цель всей жизни, только одно действие может привести к невозможности достижения. Ваша смерть. Это понятно. Ну. А ошибка у нас надо. Если вы ошиблись, курите. Хорошее. Я не могу очень понравиться. И надо это чётко осознавать. В этом случае вот, вот и мысльная ошибка. Всё остальное это тактические какие-то просчёты. Собрались, группировались. Это сидели. И опять к цели пошли. Раз. А по-другому никак. Ответил? Нет. Нет? Ну, задайте. Более конкретно. Ну, сейчас. Вот. И на этот вопрос. Человек сформулирован для себя, для себя, для себя, для себя, для себя, для себя. Является ли это достаточно для того, чтобы человек уверенно себя чувствовал в комплектной ситуации, чтобы он был уверен, чтобы он был готов. Отлично. Скажем, опять же, здесь такие вещи, как страх. Будь у него, вот, объективы. Нет. Тут, на самом деле, вот страх – это неудачь, но часто это весьма. Если человек сформулировал свою жизненную цель, если он подобрал для себя средства достижений, то в любой конфликтной ситуации, в вашем случае происходит, будет ли он вступать в страх? Я думаю, что это нет. Потому что страх – 900% страх перед неинтересно. А в данной ситуации у него все ожидает. Он прекрасно знает, что люди в том, что его сферу не погибли. Он прекрасно знает, что это может быть просто смерть. Он осознанно вступает в конфликт, отстаивая содержание интересов. И поэтому осознанно понимает, что он может погибнуть. Страха нет. Другой вопрос – если мы говорим о физических конфликтах, да? Можно говорить о боли или еще о чем. Но это уже вопрос второй. Тут надо просто понимать, что там та же боль – это всего лишь сигнализация, когда мы эмоционально можем реагировать, а можем нет. Когда в машине горит лампочка, да? Чтобы бензин кончается. Можно ехать и материться, да? Можно спокойно ехать. От этого количество бензина не увеличится и не уменьшится. Или горит, потому что масло нет. Та же самая ситуация. У наших героев отличительные свойства. Если боль становится непереносимой, да? Чтобы сердце не остановилось в поле, вот этот шок, они просто отличаются от сознания, человек в оборот падает. Если вы в сознании и что-то болит, значит все нормально. Вам просто сигнализируют. У вас сломана левая нога, правая рука и шея. Вот. Мы продолжаем пробовать. То есть вот как-то так. На самом деле страх предполагает неизвестность ситуации, или каких-то ее элементов, или самое важное, неизвестность развития ситуации. Но если вы четко определили приоритеты, вы знаете, что вы либо отстоите эти приоритеты, либо погибнет. Неважно. В данном случае страха быть не может, потому что это уже дело всей вашей жизни. И цель всей вашей жизни, которую вы определили сами. Я думаю, что так. То есть получается, что человек, который в какой-то конкретной ситуации, да, связан с физическим действием, да, как бы человек, да, его неуверенность и поведение, то поведение, которое у нас прогнозировало, да, то есть как он все будет вести, и то, что случилось на самом деле, чтобы потом вы думали о том, что вроде бы все просчитал, да, а получилось совершенно по-другому. То есть получать или не было, как бы, отчаящей цели? То есть вот из-за этого? Ну просто простой пример. Есть такой остров у нас, называется Палау. Там находится монастырь. Монастырь четыре раза вылезали. Потому что монахи, которые там были, за твоими убийств принимали буквально. Как вы думаете, когда их резали, они нервничают? Нет. Вот и все. Они четко прекрасно понимают, что заповедь не убили, они буквально. Они для себя это вывели создателей, и создатели следовали этим догматам христианства. То есть они хотели попасть в рай. Эта была целая чутица, уже не было. Соответственно, вот цель, следствие для достижения, то они избрали вот такой путь. Кук Сагирон Антонович. Кто? Ну, кук. Ничего кук и не знаю. Вот. История. У меня была цель, особенно куклого до самого конца, или пожар, который сам был ранен? Ну, я просто не волну. Вот. Ситуация такая. И в данном случае, когда их пришли реже, да? Они спокойно-то у вас прыгнули, горло подставляют и все. Это была реализация их жизненного принципа. И они его реализовали. Тоже те же самые старообрядцы, когда они сошли себя сжечь, спасая себе жизненный интерес от приходов цивилизации. Они тоже не нервничали. Можно? Да. А, да, решение какие-то. Я понимаю, да, сейчас можно действительно какие-то активные действия принимать. За окрагивание можно слить. В конфликтной ситуации часто человек бывает ступор. Ступор, да. Способа, наверное, опять решения идти. Игорь, вот вопрос простой опять. В результате чего вы извлекаете? Сомнение. Это первое. А второй момент еще тоже очень-очень важный. Получается следующее. Что ваше будущее что-то вторгается. И вы должны принимать какое-то решение, как с этим быть. Но это же, получается, что вы опять не контролируете свою пространство. А если вы контролируете и вот что-то только на подходе, вы уже это видите? Радар. Сечет. Граница приблизов. Пересекло. Тух. Все. Это вы принимаете это действие. Никто-то к вам что-то применяет и вы реагируете в ответ на что. Вы следите за своей, грубо говоря, за своей пунктной жизнью. Как только что-то к ней прикоснулось, тут сигнал пошел, вы тут же на это реагируете. Вы тут же моментально это принимает действие. В данной ситуации вы хозяин положения. Вот это ощущение хозяина положения является самым важным в этой системе. По сути дела, любая система психологическая, которая рассматривает тренинг и так далее, она подразумевает, что на человека там напали, он в какую-то ситуацию попал, как выжить в тюрьме в зоне армии, да, называется. А нафига ты там просто-то попал? Если тебе там выживать приходится. Логично. Так и здесь. И вот в данной ситуации ступора не будет. Но я опять почему подчеркиваю. На самом деле это все очень легко сказать и продекларировать, да. Но если каждый хочет это реализовать, нужна большая работа. И работа она более глобальная. Ну знаете, как обычно. Я специально вчера сделаю свинчи, я смотрел в интернете разные системы. Представьте себя волком, образ. Ваши удаления поднимается до головы. Вы чувствуете как раз то, что мой образ, это образ Терминатора и так далее и тому подобное. Но во всем этом, понимаете, это, ну опять же, тот же развод в основном. Вы представили себе Терминатора, а вам мастер сколько по боксам и всякой Терминатора, как пробил и нормально все оказалось. Не помогла стальная черепь. А здесь в данном случае получается, что вы должны сами работать над собой. То есть то, что я говорю, это только вот основа. Она без того, что вы сделаете сами, может что-то дать и может не дать. Может купить книжку и положить ее. Можно ее прочитать просто. Я опять же отношусь. Но, опять же, это такая же кропотливая работа, как и тренировка. Потому что есть там, это не 15 минут алтогенной тренировки. Тоже замечательно, вчера я прочитал. Расслабьтесь, представьте, что к вам подошли. Представьте начало конфликта, представьте блоки и удары, которые вы будете наносить. Представьте ситуацию, которая вас пугает, вы не будете чувствовать дискомфорта и наращиваете свой опыт. Замечательно, великолепно. Кому охоту время тратить легко. На самом деле, вот, когда начинаешь определять себя и определять свое жизненное пространство, это очень тяжело. Я говорю, во-первых, потому что требует откровенности с собой полную. Потому что, в любом случае, обманывая само себя, вы просто себя, ну, просто предаете. Обмануть себя невозможно. С собой надо быть объективным и честным. То есть понять, что ты себе представляешь, что ты хочешь в этой жизни достичь. А второе, методик нет. Никаких. Вы их можете выработать сами. Потому что любая методика, которую я вам могу дать, или моя личность, которую я где-то подчеркнул, это будет, опять же, навязывание вам, моего возомышления и что-то еще. А у меня, да, такие черные мысли бывают. Потому что навязываете, где он не хочет. Поэтому, вот, каждый сам его будет формировать. И вот, опять же, для меня, кстати, стало крыльцом, что вы сам с дверью есть личный пилотик. И когда вы формируете себя как целостную личность, по сути дела, вы в личностном плане поднимаетесь. То есть вы заявляете себя как фигуру, которая действует и достигает, собственно, надеюсь, а не пешка, которая двигает чья-то рука. Дим, ответ такой. Я думаю, что это был один вопрос возникает. По ВПТ, как узнать, что мы, действительно, реализовали все это полностью, да, мы, действительно, имеем внимание, что это с ультином, как вы уже говорили, и мы, действительно, реализовали все это с нашим. Поделать, кстати, в свою большую работу, и есть, действительно, еще какую-то маленькую часть работы, которая может, действительно, являться, как кучей данной, каких обстоятельствах возникает? Дим, ответ такой. Во-первых, как говорил мой тренер, на татане всю работу сделать невозможно. Это, на самом деле, так. Поскольку цель абстрактная и глобальная определяет вашу жизнь, да, вы все время будете работать над ней. А как определить, что вы стали залостной личностью, это определяет вашей уверенностью в себе и комфортом в вашем существовании. То есть, если вы чувствуете себя в жизни комфортно, если в жизни у вас все нормально, если у вас нет дискомфортных состояний, деструктивных, которые мешают вам. Это уже говорено много. Это просто комфортность, в вашем существовании, комфортность не в бытовом смысле, а в личности. То есть, когда отсутствуют беспричинные страхи, подавленные там настроения, неуверенность в завтрашнем дне, вот все это свидетельствует о нецельности. Когда у вас нет неожиданных ситуаций, когда нет такой ситуации, которая может ввергнуть вас просто в ступор. Вопрос в том, что свидетельствует о нецельности и исключения тут много, а вопрос в том, что свидетельствует о цельности. Вы имеете в виду, какую критерию вы хотите? Вот я не знаю. Существуют ли они вообще критерии, существуют ли окончательные целостности, как я себе, да? Абсолютную целостность нельзя не определить, не обозначить какие-то ее критерии. Абсолютно. То есть, это такая ваша… Нет, это… поймите правильно. На самом деле, тут, поскольку вы творец этого мира своего, да, вы выставляете все критерии, задаете все шкалы внутри него. Соответственно, как вы определили, так обновим будет. И никак по-другому. А если, опять же, вы даваете какие-то критерии, у каждого они свои. У каждого. А тут, для сомнения, они есть? У каждого окончательного сомнения. Наверное, да. Наверное, да. Отсутствие сомнений – хорошая критерия. Это хорошо вообще? Да вообще, по-другому, висит, по-другому. А отсутствие сомнений тоже бывает разное. Если Гоша имел в виду отсутствие сомнений, как говорил Дима, спонтанность действий – это хорошо. Когда система настолько внутри тебя впиталась, что позволяет так действовать. А когда отсутствие сомнений и вызвано чрезвычайно разбудим сомолнением – это плохо. Оно приводит к дискомфортным вещам, поскольку человеку в состоянии не будет люди. Опять же, опять же. Он сказал – я понял так, как понял я. А каждый понял так, как понял он. Универсальный открытый рейдер. Просто каждый из вас фонирует на Иисуса. Есть ли еще вопросы? Наши вопросы? Как подумать, перерывали. Я вам покажу несколько вопросов, что в таком случае мы, естественно, получаем некоторую назначенность и, естественно, понимаем, в каком ситуации нам очень хочется это ожидать. После того, что мы для себя ощутили другу определенную ситуацию, которая здесь происходит, у них мы неизбежно идем в конфликт. И так далее мы набираем, не выбирает наш противник, мы отказываемся по себе от этих конфликтов. А вы являетесь ли это то же самое время, мы устраиваемые какие-то... Работа. Ну вот, да. Такой очень серьезный релик. Копедаритель. Выбирается. Ну, какая то, что вы из них еще не слышите? Ну, фактически означает. А, ну, кстати, если у нас в этой системе, вы правильно избираетесь в любом конфликте? Не имеете в виду? Вопрос заключается в следующем. Если мы настолько грамотны, что мы предупреждаем, опять же, вот смотри, что такое конфлик, насколько далеко он может зайти. Вот есть линия жизненного интереса, да? И вот к этой линии что-то приближается. Мы можем, если мы очень хорошо чувствуем этот действие, что вот надо не так просто нейтрализовать этот подход, да? А можем добиться того, что он зайдет очень далеко, и конфликт будет затяжной и тяжелый. Ну, проворонить, по сути дела. Это уже зависит от того, насколько мы хорошо и адекватно на это реагируем, насколько у нас все это отстроено, наша система. А что касается рамок, которые мы себе выставляем, да? Ну, абстрактность этих рамок и их конкретность, ну, то есть вот ограниченность либо их расширенность, это же опять зависит от каждого человека, его потребности. Просто кому-то не нужны очень абстрактные рамки. Для кого-то должно быть все конкретно. Даярка глаш, порно и молоко, яйца из подкор каждые руки. Для кого-то это секс, рок-н-ролл и наркотики. Ну, когда сам бандер, что вы предлагали? Все, немало видео. Да, 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 да. Игорь Александрович, а вы практикуете в процессе достижения вашей жизненной усилия провокацию конкретно? Ну, если это входит? Если это входит. Ты опять же, ты... Что значит, если это входит? Объясняю. У меня есть понятие? Провокацию конкретно? Конечно. Стоп. Я очень сложно понять, что в процессе достижения своей жизненной цели можно пройти без провокации определенных конфликтных ситуаций. Нет, я объясняю. Значит, ситуация такая. Конфликтом мы назвали постигательство нашей жизненной интересы. Разработка лучших людей на них налогов. Что такое провокация конфликта? Если в достижение моей жизненной цели входит воздействие на других людей... Ну, я прямо надеюсь, да. Для, так сказать, поселения на их жизненной... Это вы сейчас меня лично спрашиваете. Входит ли в систему больших жизненных ценностей манипулирование на ними любви и поселения на их жизненной цели? Да. Не скажу. Т.е. Но конечно начальник спросил. Т.е. Что? Все определяется жизненной приоритетами человека. Если ему достижение своих жизненных приоритетов необходимо уминилировать его действия на людей, он будет это делать, поверить, поскольку он на себя в 3-м процентах волнует. Если человеку надо почувствовать приятного руку для другого человека, он еще найдет конфликтную ситуацию. Это вы нам расскажите, например, как происходит вторжение чужой системы ценностей. Это тоже интересный? И подавление личности его? Расскажите, что я не имею в виду. Я не имею в виду. Ладно, я не имею в виду, правда. Потому что система моих жизненных интересов зависит от уважения чужих систем жизненных интересов, если они не пересекаются с моими. То же самое. Ребята, если есть вопросы, задавайте. Есть вопросы еще? Из общеизвестных систем строения моделей, как в стране, и ваша модель какую-нибудь из себя похожа. Юрий, с которыми вы это рассказывали? Вы знаете, кое-что очень тяжело определить. Опять же, вы чуть-чуть отсутствовали, я еще раз говорю. Почему люди не говорят о своих жизненных моделях системы ценностей? Когда только ты начинаешь определять свою систему ценностей, есть возможность просчитать твои дальнейшие действия. Ну просто, опять, на мой взгляд, подобный вопрос несколько некорректный, да? Я думаю, какие системы ценностей вообще есть, да? Но о своей системе мне рассказывать не хотелось. То есть, опять же, это религия, в первую очередь. А вообще призвание убирало и все их ответвления. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Опять же, различные сектантского толка учения, часть из которых крайне жизнеспособны. Это национальные доктрины. Это тоже система поведения жизни, системы ценностей. То есть, глупо считать, что там, допустим, национализм не является системой ценностей. В общем, неважно, какой он, будь он русский, башкирский, еврейский, какой-то еще. Это тоже система ценностей, которая определяет поведение его носителя, да? Или, например, опять же, та же демократия и вот эта система ценностей, она очень глобально определяет поведение человека, если он, опять же, ставит его в углу. Да, если идти дальше, вот вообще-то, даже вот эта западная наша цивилизация, это тоже система ценностей, сформированная определенным образом, состоящая на различных подсистем. Но цивилизации более разные, и опять же, но… Понимаете, в чем вы, Таня? То есть, к тому, о чем мы говорили, что рамки восприятия у всех разные. И кто-то дойдет до восприятия того, что цивилизация – система, да? Такая же абсолютно, которая тоже регулирует поведение и все остальное. А кто-то не дойдет никогда. Кому-то достаточно будет определиться всего, что он хочет достичь положения, он никогда не будет обсуждать. А на самом деле, все эти вещи нам назначены. Просто один смотрит вот так, другой вот так. А разницы нет никакой. Николай, я правильно понимаю, что вы создаете свою систему ценностей и создаваете в своем уме какие-то возможности потенциальных людей, которые могут претендовать на наши интересы, совершившие свои ценности? Мы тем самым, собственно, создаем? Нет. Мы не создаем людей. Мы формируем свой круг жизненных интересов. Ну, у нас круг жизненных интересов, да? Это всего лишь наши шаги, которые мы достигаем в людейской цели. Мы, например, знаем, куда надо дойти. А если мы не знаем, куда надо дойти, то все, что встречается с нашими штуками, мы откликаем. Вот. Например, вы решили пойти в Париж, да? И пошли. А карты у вас нет. Ну, допустим, да? Это вот отсутствие тактических средств. Вы можете куда угодно прийти, но только не в Париж. Второе время, допустим, вы пошли в Париж. А? Да? Не имея карты. Не имея карты. Куда угодно, только не в Париж. Кирилл, давайте, можно спросить прохожих. А, нет. А вот карты, как раз, вот если мы определим стратегическую цель Париж, то тактическая цель – это карта. То есть мы определяем, ведь потом. То есть, что сначала – это место, потом – на бароне, потом – туда, потом – сюда. Это карта. А дальше вот вы идёте в Париж. Дошли до Калининграда. Замечательный город. Хорошие девчонки. Такие красивые танки. Ну, вы же посмотрели, посмотрели. Ну, вам же надо в Париж, как бы хорошо здесь не было. Идёте, идёте. Пришли в Ниццу. Там тепло, светло, хорошо. Ну, вам в Париж надо. А тут ещё подходят люди. Да давай в Ницце, оставайся. Хорошие люди такие. Незлобные, добрые. Ну, вам надо в Париж. Падают, ладно, мужики. Живите в Ницце, а я пойду в Париж. Идёте в Париж. Вот и всё. Вот это и есть. Отставились от жизни по интересам. Просто делать шаги и доходить. А самое важное во всём этом, что можно сколько угодно говорить, как вам хочется в Париж. Да? Достать карту, собрать рюкзак, кроссовки новые и шипованные. И всю жизнь просидеть в Москве. Просто кроме вас никто не начнёт делать это дешевле. А можно, не имея кроссовок, не имея только карту. И знаю, что Париж хороший город, там классные каштаны. Начать делать шаги, идёте и всё, не доплыгать рано. А если вы не дойдёте до Парижа, а умрёте в триумфальной арке, значит это не судьба. В этом случае ваша жизнь не была бессмысленной. Вы шли. В Париж ушли. Мерили земли шагами, но не дошли. Но жизнь имела смысл и была наполнена и содержательной. Почему архитектуре жизни и выполнение её возможности как ты? Ну это не нужно. Ну просто да, то есть если вы там представляете что, как семя, как круг, который приезжает, и чьи которого вы привели, потому что если вы не определите, в первом очереди, в которой я обставил, любой человек с вами будет сделать всё, что угодно. Так что если как одна из целей не есть, а то при какой-то? Точно хорошо. Если это одно из целей быть натурский конфликт, вы уже определили влашение человека. И в данном случае посидательство не может быть выражена, потому что у вас будут составлять экзакт. И вы будете сречься от этого отказа и с другого дня. Не дали будет его отцелить. Да. Разве что? Вы построили точно такую же систему, только отталкиваясь от твоих целей. Но вы всё равно отставили? Ну что последних сам вообще не было, он жил, будто и не был. Есть ещё вопросы? Да, правильно. Речь идёт по внедрению какого-то круга, интересы, ценности, за которыми, иногда это только уберите. Да. А вот средства? Вот если думал, или ещё о сохранении этой ценности, каким-то способом, в принципе, всё равно таким. Да. Желательно с минимальными потерями. Вы ведёте внимание, давай толпа. Сбирайте. Это уже забил. не мастер. Мы засмущён были, мы сами так пошли. Речь идёт по поводу, если идёт психотеринского ценностей, есть ли возможность остановить на расстоянии? Так вот, с какого момента для человека жилом, банально будет пора прорезаться? Или можно ещё с половиной, можно просто убежать? Вы понимаете, в чём вопрос? Я не могу ответить на данный вопрос, потому что я не знаю системы ваших жизненных ценностей. На самом деле, вот я в одной ситуации поступлю так, вы поступите по другому. Вопрос как, когда вы её определяете, вы сами решаете? Какого можно уже резать, и какого не нужно резать, даже если он режет вас? Можно уже не резать. Нет, просто есть действительно такие ситуации, конечно, что что, блин, приоритет? Есть такие ситуации, что лучше бы тебя зарезали. Нет, ну на самом деле так. Вот. И в данном случае, вы даете какой-то совет, я же поймите правильно, я сразу сказал, что здесь не будет конкретных вещей, которые можно взять и дать. Я говорю, у нас люди очень любят халяву. Причём халяву не в том плане, что надо на халяву, а в том плане, что взять что-то готовое, да? Вот почему у нас так много людей портится желудок? Зашли и взяли гамбургера на Казанском вокзале, на котором написано, гамбургер, но он же не гамбургер, его из кошки делают. Ну всё равно поели, и нормально. Так и здесь. Не берите гамбургера, понимаете, не берите гамбургер. Я говорю сам. Да. Пожарите котлетку, а если же не живут там больше. По крайней мере, уходите чётко, если вы кладёте в этот гамбургер кошку, и у него ловлю чётко говорят, что это свежая кошка. Ахахаха. Ну что, вы не ведали сами. Вот. Это очень важно. И вот в данном случае, я говорю ещё раз, вопрос в чём? Достаточно просто взять чужую систему. Очень просто. Просто взять её и примерить на себя. Но вы учтите, что не вы будете её менять, а она изменит вас. под себя. Она изменит вас, под себя. Применяла её многим. То есть, вы принимаете установку, вы становитесь другим. Уже. Но, опять же, вы её можете принять только в том случае, если установки будут более-менее вам близки. Ну, вот, опять, лично моё мнение. Ну, опять, как я здесь вообще. Лучше создать свою систему. Свою. Пусть она будет перекликаться с чем-то, использовать что-то, но это будет ваше. И вы будете уверены в каждом моём компоненте. Потому что он работает. Да, это будет велосипед. Да, это будет тяжело. Да, это будет работа. Но, с другой стороны, вы уже будете личностью. Состоятельностью. Потому что 90% систем, которые есть, ну, у нас проще, то есть, система религиозная. Они предполагают подчинение человеку. Что христианство, которое говорит, что послушание превыше поста и молитв. Что ислам. Само слово ислам переводится как покорность. Я не говорю, что это плохо. Для кого-то это важно, нужно и жизнеутверждающее и так далее. Но, опять, моё личное мнение, что своя система, которая определяет вашу жизнь, намного лучше, качественно и эффективна. Но это опять, поймите, что это моё. А когда резать человек не столь глобальный. На самом деле, самое важное, когда вот я учился, да, мне ещё не запомнили слова моего учителя, мне говорил, что ты овладел этой системой, когда ты начнёшь забывать дома нож. нож. Когда нож для тебя не будет определяющим фактором. Когда система войдёт в кости. Она сначала в мозгу, потом в крови, а потом в кости. в кости. Да. Просто вопрос заключается в том, что, когда уже само тело производит какие-то движения, не думает, что делать. Как катать? Есть ещё вопросы? У меня ещё. Да. А через какое-то время, когда эта информация в том, в том, что уложится, и какие-то усилия для пессимитизации своего постановления вообще. Можно ли вообще ответить на то, что вы говорили второй семья? А там у вас кажется, что-то ещё интересное? Если ты ещё туда добрый про Романта попал? Пошёл, давай. Давайте так. На самом деле, тема глобальная трудная. Мы как бы... Если есть вопросы сейчас у меня зададите, если кто-то в индивидуальном порядке, я ради Бога отвечу. Значит, у нас есть замечательный форум, когда общая масса решит, что нужно проведение второго семинара, да? Я думаю, мы так же соберёмся легко и непринуждённым. какие-то другие может аспекты, может кого-то накопить какие-то вопросы. Кто-то может что-то начнет пробовать и решит поделиться своей системой жизненной ценностями, а кто-то может совсем это не использовать, просто забыть тут же и все. Ну то есть, если будет необходимо в втором семинаре, мы же форум все его знаем, пишите, обсуждайте, прекратите вообще мнение, я люблю открытые общения на вопросы. Есть чего? Все-таки какие-то отдельные способы тренинга, да? Какие-то различные случаи они не существовали, они в обществе не подходят. Для развития физических качеств существовали, да? А что касается вот именно психологической подготовки к конфликту, ну, были отдельные моменты, там вырабатывали, там, нечувствительность к виду крови, потому что у всех она разная, нечувствительность к боли, опять же, возможности терпеть. Ну, это не глобально. Система психологической подготовки, она именно вот в этом объемном формате. Ну, в целом, начальник, если Карл начнет заниматься этими вещами, это как раз те вещи, с которыми придется столкнуться, там, у каждой боли, там, у всех страхов, условно, было бы интересно, в каких-то моментах мы собираемся идти, в принципе, а брать какие-то уже готовы? Мне нравится эта семейная пара. Все, определили, тема следующего семинара, нет никаких, они сработали. Да. У меня вот такой вопрос. Мы приведимы на секс-станк-зал, да, в спальниках, в принципе, в зале, да, где мы работаем, непосредственно, на ньющей адрес, продельника, да, то есть здесь наше время интересное, в принципе, на ньющей адрес. Ну, вот, в ручках у нас имитация есть, здесь замечательная экспериментность. Именно на качество работы, да, естественно, занимающихся, я это понимаю, что это физических наук, да, то есть науках, практических наук, которые он получает именно по системе, да, то есть не только преподавание, то есть то, что ему дают, естественно, да, на качество работы еще влияет его внутреннее психическое состояние в процессе спали. Вот было бы очень интересно узнать именно о методологии подготовки к человеку, да, непосредственно психическому, именно по психическому состоянию, которое давно улучшит и улучшит непосредственно это. Я бы приблизительно… Нет, но я… Я понимаю, это пример, когда два боксера, да, причем один из них, ну, чисто по физическим, и вообще по науку, да, славит его. Но один из них морально, психически более подготовлен, и боль как правило, проигрывается сильно с физическим противником уже в начале. Кирилл, я понял. Это продолжение идет… Ну, на самом деле, это очень интересная отделка. Да, я с ней прочее. Я согласен. Но, опять же, я, Кирилл понял. Согласен. Вопрос в другом. Для того, чтобы… Да, действительно, ряд методик есть. Но это… Мы не берем… Василий Человечевич, я расскажу. Мы не берем… Человечевич, готов, друг говоря, в общем, мы берем конкретную работу во время спальни, да? Правильно? Да, именно… Подготовка. Да. Выработка морально, боевых устойчивых качеств, да? Это… Ну, займем, как угодно. Именно подготовка бойца, не только… У нас есть психологическая подготовка в процессе, да, У нас, в принципе, есть наш подход к обучению, как бы, да, занимающихся. Это, ну, включая уже заложенные в скрытые психологические подготовки. Это понятно. Но именно методики, которые не доварятся, да, которые существуют, это понятно, да? Я все понял. Да. Давайте так. Вот это будет тема следующего семинара. Вот. Ну, вот, давайте определим временной какой-то перерыв, например, в месяц, два, может быть, четыре. И проверяем. Николай, хотя бы вкратце, прошу. Если хотя бы вкратце, прошу, нам нужно будет речь, да? Потому что у нас запоминание о каких-то, я думаю, вещах было, да? То, что ты вообще давал. Какая-то, что-то не прошло. Ну, это система, образ, взгляда, система нюбелирования воздействия, психику во время поединки, система направленных на уровень координации и четкости попадания, система выработки психологической выносливости в любых условиях. Ну, где-то так. Что насчет, скажем, действительно, вот в врачах с вопросом в спальне? Как им уделялось вообще внимание, да? У них на другом состоянии ума, да? В момент, в момент, в момент. Нет. Это, вот, я как раз включил группу упражнений в систему психологической устойчивости, да? А. Я просто думаю, почему я не хочу сейчас это четко раскрывать все, да? Потому что, грубо говоря, это все надо детально показывать, давать упражнения, чтобы люди их выполняют. На словах это не сделаешь. То есть, если мы коснулись психологической подготовки, то есть, еще раз подчеркиваю, система Талвар, да, она не такая узкая, как ее обычно представляют. Это не просто ножевое поздно. Она более, гораздо глобальна. Вот то, что, как я говорю, она включается, и МКПА, что такое, допустим, и... Ну, вообще, способы эффективного выживания. То, что мы сегодня коснулись, это, ну, видение психологической подготовки в общей жизни, да? В психологической устойчивости. Если мы касаемся пусто рукопашного боя, да? Мы проведем отдельный семинар, и мы будем все эти вещи детально разбирать, показывать примеры, упражнения. А, да, да. Конечно. Конечно. Я думаю, давайте на этом закончим. Вот. Вот. Если делись, что вам будет. Вот. Благодарю всех за внимание. Надеюсь, что это было с пользой. Для меня так точно. Надеюсь, это для вас. Вот. Давайте на форуме мы будем списывать по поводу того семинара, и четко определимся за дату управления решения. Спасибо. Не 라고夫 – взялся. Спасибо большое за αυτό. Спасибо. Спасибо большое glasszo. Обнание. Сверш strade. Нух вообще хорошо. До свидания.